И всем привет, с вами снова Засано. И целых две недели не ухватило видео, поэтому я решил поднять свою ленивую жопу и наконец-то снять видео под Новый Год. Ведь Новый Год это великий праздник, который празднует не одна Россия, а многие страны, такие как Америка и Великобритания, да вообще разные страны. И дело в том, что я вам хотел пожаловаться, да, я хотела вам пожаловаться, то что Новый Год для меня испорчил, потому что когда я хотела написать письмо Деду Морозу, да, я до сих пор верю в Деду Морозу, ко мне подошли родители и сказали, вот, держи, это тебе на Новый Год. И что же, к моему удивлению, это было? Это были непромокаемые перчатки. Судя по всему, они были тоже заказаны по Алиэкспресс, так что ставьте лайки, и сегодня как бы так половинку распаковки, посылки из Китая. И что же мне удивило в этих перчатках? Вы только посмотрите на них. Вот здесь есть такая фигня, которая очень мешает их носить. Они очень противные. Вот я их надеваю когда на руку. Сейчас, секундочку. Вот, когда я их надеваю на руку, во-первых, они смотрятся по-жедски. Во-вторых, здесь какая-то марочка висит, похожа на какую-то гоп-стоповскую фигню. И в-третьих, вот здесь такое покрытие, оно мешает, очень липнет, и в них противно ходиться, как будто в какой-то слизе. И в-третьих, там швы зашиты не очень корректно, поэтому все бывает, так сказать, как говорил Аркадий Пароозов. Но все бы ничего, но, как мне сказали родители, эти перчатки не промокают, в них не холодно. Но, к моему удивлению, когда я взял снег, они сразу же промокли. Поэтому Новый год для меня испорчен. Я их выбросил. Да. Но все бы ничего, но, когда я зашел на балкон, я обнаружил там вот это. И, как я понимаю, это то, для чего Новый год празднуется. Нет, я не говорю то, что это нельзя делать, но это как бы фигня по сравнению с тем. Но, знаете, ребят, самое противное то, что в последнее время я начал плагиатить. И жапку я надел не потому, что так круто, а потому, что вот что у меня на башке творится, да. И если бы я снимал вот так, я был похож бы на пьяного алкоголика. Поэтому лучше все-таки находиться в шапке. А теперь давайте я расскажу о немножко других проблемах. Все, что видите у меня на столе, это не одна проблема, которая меня мучает на Новый год. Вот эта проблема, которая стоит сзади, она еще хуже. Дело в том, что когда я был не такой маленький, как сейчас, маленький в смысле, совсем маленький, у меня появился младший брат, ну, в смысле, не сейчас, а когда я был маленький, так что вдумайтесь в это. Он очень любит мягкие игрушки. И я тоже любил очень мягкие игрушки. Точнее, очень любил мягкие игрушки. Вот. И этих игрушек у нас накопилось очень много. Например, вот эта большая пантера, которая очень мешается, и в основном она лежит сзади, и все время съезжает, не мешается. Также вот эта собака, я даже уже не знаю, сколько ей лет, лет 300, наверное. так же еще там стоит мышь, тигр, еще какая-то фигня. Короче, много всего. И не то, чтобы эти мягкие игрушки украшали комнату, они очень мешают. Ребята, вот сейчас просто посмотрите, какой там сочельник. Это я еще навел порядок. Вот. 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 Это все игрушки. Поэтому не обессудьте, почему так не выходили долго видео, потому что я все наводил порядок. Это было еще хуже. Видите, идеально гладкий пол. Да, потому что я там наводил порядок. Целый день наводили порядок. И не только я один, но и брат, и мой друг. Спасибо ему за помощь. Пусть он тоже поставит лайк, потому что он тоже трудился. Но на самом деле мне это все достало. И видео это такой момент, когда ты можешь расслабиться и нормально поговорить со своими подписчиками. Ну, ребят, я заметил, то, что два подписчика ливнули. Я не буду говорить, как тот мелкий халап, который «А почему у меня пропал подписчик?» Ну, потому что я не снимал видео. Это логика. Да? Но еще проблема в том, то, что я не нарядил елку. Сегодня 30 декабря, ребят. Завтра Новый год. Завтра Ладно, об этом потом. И я не нарядил елку. Вот сейчас, если повернуть, вон там типа должна стоять елка. Но вы ее там не видите, потому что я не нарядила ее. И, скорее всего, наряжать ее буду сегодня вечером, потому что сегодня вечером выйдет еще одно видос. Еще одно видос? Что я вообще сказал? Ладно, ребят, это такой разговорный ролик, но я вас хочу порадовать. Завтра выйдет еще одно видео. Сегодня выйдет два видео. А завтра выйдет... Видит. Завтра выйдет одно видео. И завтра выйдет макияж челлендж. Моя подруга, любимая с... Любимая, что ли? Ладно, не важно. С канала Jess LPS Studio будет раскрашивать мне личко, а потом я буду раскрашивать ей личко. Так что завтра поугараем. И еще неизвестно, кто будет угорать. Она или я. И, знаете, ребят, вот как бы это сказать? Обычно все побои происходят после Нового года. Они обычно происходят либо вот из-за этого, либо из-за чего-то другого. Но у меня побой произошел ну, не такой сильный, но я подралась со своим другом. Ну, как бы мы там, знаете, боролись, да? Вот. Он, короче, взял и меня стукнул. Поэтому у меня есть такой был синячок. Ну, он сейчас почти что не видно. Ну, вот. Он был очень сильный, поэтому я не выпускал видео, так как может быть какие-то неприязни. Ну, давайте, наверное, прощаться, потому что я рассказал о своих основных проблемах и вам надоело уже, наверное, слушать. Так что давайте прощаться. Ну, что ж, это был первый зимний влог в декабре. Вообще, я в декабре не выпускал видео. Так что с вами был Засану. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем. Пока.